Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшняя наша недельная глава Бамидбар. Начинается четвертая книга в Торе Бамидбар и недельная глава называется тоже Бамидбар. Бамидбар это в пустыне. Здесь описывается в этой книге жизни евреев в пустыне, их передвижение. Бамидбар это буквально пустыня, однажды в Багдаде в одном семье родился ребенок, назвали его Йосиф Хаем. В дальнейшем он стал великим мудрецом под названием, мы знаем его как Бениш Хай. И его отец тоже был мудрец, но ребенок уже с детства был одаренным, он учился очень много и очень много знал. Несмотря что был ребенком, он хорошо понимал Тору и разбирался в самых сложных местах в Торе. Но никто не знал, что у него такие колоссальные большие знания в Торе. Он себя вел очень скромно, он никому не говорил, нигде не распространял это, а все время учился, учился и учился. Однажды с Иерусалима прислали очень серьезный вопрос его отцу, потому что его отец был великим мудрецом, был законодателем, и ему надо было отцу решить этот вопрос. Но пока письмо дошло к отцу, принеси письмо домой, и это письмо лежало на столе. И взял маленький Иосиф Хайм прочитал письмо. И там он увидел мудрецы Иерусалима, прислали вопрос. И ответил на их вопрос, написал ответ, поставил в конверт, отправил в Иерусалим. И когда получили это письмо в Иерусалиме, и они были очень довольны, потому что они получили обоснованный ответ на свой вопрос. И через некоторое время они получили повторное письмо. И в повторном письме был написан тот же самый ответ, то, что был в первом письме. И удивились, как такое может быть, что им поставили письмо два раза. И когда выясняли, выяснилось, что первое письмо, первый ответ это послал им юный Иосиф Хайм. А второе письмо, а второй ответ на самом деле послал отец Иосиф Хайма. Тот же самый ответ он послал. И тогда узнали, что Иосиф Хайм, он великий мудрец, и у него есть большие познания в Торе. Таким образом распространился его имя. Вот Тора нам говорит, мудрецы нам говорят, если человек себя держит скромно и превращает себя в пустыню, Бог так делает, что про этого человека все узнают, все узнают, и этот человек достигает величия. Вот что мы можем выучить от нашей недельной головы, от недельной головы, от книги Бимидвар. Худу кумок, шаббат шаббат.